Ребята, привет! Всем привет! Сейчас мы вам расскажем об одной интересной штуке. Ну, а у вас, если есть возможность смотреть видео в формате 4К, то переключайтесь на 4К. Это первые наши ролики в этом формате. Я думаю, что канал уже, по тому, как вы напишите в комментариях, понравилось вам или не понравилось такой формат, такое качество видео, мы, наверное, перейдем уже полностью на формат 4К. Канал к этому готов, и нас ничего не удерживает. Было бы только ваше желание смотреть наши видосы. Поехали! Сегодня мы вам хотим показать и рассказать новую, ну, не задумку, нет, это новая версия автономного топителя, который сделал Мишаня. Мишаня рука, старый Мишаня, молодец! Мишаня три дня его ваял. Думали вместе, ваял один Мишаня. Народ, это угол. Захотелось нам комфортного тепла в палатках. В общем-то, родилось у нас такой вот, такой вот алюминиевый ящик. Дай-ка я его. Окей, Мишаня, рассказывай, что же в нем интересного внутри есть? Он же открывается как-то? Да, он открывается. Внутри, собственно говоря, стоит. Открывай. Как мы его приводим в боевое положение? Эйбер-шпейк стоит внутри, 4-х киловаттный. Так, красота. Собственно, здесь у нас есть топливный шванг. Угу. Нервная система, по которой он получает импульсы из палатки, теплее или холоднее. Все это каким-то образом достаётся. Собирается в сторону. Так. Не имеется у нас кишечник. Очень хорошо, что она может разгибаться. Да, всё это лежит вот именно внутри. Для удобства транспортировки. Да, всё это делается, собирается. Оп. Так. Система ещё у нас не окрашена. Она ещё будет краситься. Ну, мы пока ещё не знаем, просто где-то может что-то подрезать, отрезать, швы ещё красиво полирнуться. Кстати, Миша, а мы не взвесили. Сколько весит наша система? Давай-ка взвесим. У нас есть весы эти, пружинные. Давай. Давай взвесим её. Вот за ручку подвесим сейчас прямо и будет видно. Так, вот наши рыболовные весы, которые никогда не врут. Не, ну что вы. Подожди. Мы даже провода на место положим. А тут скажем, провода прижали? Да. Которые вообще никогда не врут напады, май. Сейчас, подожди. Эксперимент должен быть чистым. Посмотрим, да, сколько система наша весит. Посмотрите, какая идеальная балансировка. Так. Сонтор тяжести. Опускай. Ну, и того вес у нас 10,5 килограмм. Подожди, дай. Вот, видите, максимальное значение, отметочка 10,5 килограмм. Прекрасный результат, я считаю. Да. Словец у нас есть. Смотрите, для того, чтобы сэкономить нам место, чтобы это было всё компактным и прочим, мы сделали, вот все делают там внутрь бачки какие-то, ещё что-то. Зачем? Можно взять любую бутылку, сделать отверстие в крышке. Здесь оно у нас уже есть, и она, эта крышка будет ездить прямо вот на топливозаборнике. Далее мы берём, вставляем вот так вот бутылку. Всё, дальше мы в этот картель опускаем. Топливоприёмник опускаем. Всё. И мы можем с любой ёмкости забирать, хоть это 5-литровая баклажка будет, хоть это 2-шка будет, там полторашка, 0,5 бутылка. Нам не надо с собой возить какие-то специальные канистры. Емкости 2-х литров хватит, ну, практически часов на 10 работы. Поэтому я считаю, что это вот прям оптимальный вариант для того, чтобы иметь компактную и лёгкую систему. И всегда понятно, сколько солярки осталось. Да, и всегда понятно. А сюда пару бутылок можно заправить, потом взять, просто открутить здесь крышку и переставить в соседнюю бутылку. Чпок. Всё, замечательно. Мишань, показывай, как мы будем наполнять эту бутылку солярочем. Точно так же, как мы наполняем все канистры в видеходах. Достаем шланг. На конце у нас есть такой топливозаборник. А, у нас такой топливозаборник появился теперь, да? Теперь у нас такой топливозаборник появился. Я просто не знал. Вот, видишь, какое-то ненаблюдание. Так, хоп, вставляем. Нажимаем кнопочку. А, открыто? А, нет, конечно. Кран-то откроет. Зачем его открывать? Скажи мне. С открытым каждый накачает. Хоп. Всё, и вот и солярочка у нас уже в бутыле. Всё. Сейчас осядет пенка. Пожалуйста, пользуйтесь вебастой. Самая лёгкая экологичная тара, которую можно потом сжечь просто и навсегда найти любую другую. И хваляется великое премножество везде. Конечно, если вы не едете, пока не нос. Потому что там мало. По берегу моря? Я тебя умоляю. Там валом просто. По берегу моря. Аки грязьки. Всё, бутылка заправлена. Пару бутылок заправили. На сутки нам хватит. Ну что, Мишань, пойдём стартовать её? Давай. Аккумулятором у нас многие спрашивают, сколько у вас жрёта на ампераж какой у неё, да? Значит, ребят, на разогреве, на прокале свечи где-то ампер 10-12. На нормальной работе в среднем положении, да, где-то 3 ампера в час. Вот здесь у нас 40 амперник Vista Battery. Это литий-железо-фосфатный аккумулятор, который имеет прекрасное свойство, во-первых, честно отдавать. Ампераж. А во-вторых, весит он... О, Миша, ну-ка, давай-ка взвесим его. Давай. Кстати, очень интересно, сколько же он весит. 40 ампер, ребят, весит 6 килограмм. Вот, посмотрите. 6 килограмм его вес. И заряжается вот такой вот аккумулятор. Мы можем зарядить... Ну, соответственно, вы понимаете, да? Сейчас нам его хватит на 10 часов работы. Потом мы его можем зарядить за полчаса уже на вездеходе. Он берет заряда ровно столько, сколько дает генератор. То есть 80 ампер наш генератор, выдавая, зарядит его за полчаса. Вот такая вот будет прелесть. И потом можно еще на 10 часов питать вебасту. То есть греться от вебасты. Да, и около 2000 циклов, что ли, там, аккумулятора. Скоро я выложу обзор. Я делал подробный обзор вместе с производителем этих аккумуляторов. У нас их было несколько, ну, много аккумуляторов. И мы делали обзор как раз вот по поводу того, что это за аккумуляторы, как работают, какие у них преимущества и прочее, прочее, прочее. Пойдем, Мишаня, вставить, наверное, систему на улицу. Так, ребятки, пошли мы. Вот все это вот так вот компактно носится. Чтобы эксперимент был чистым, надо поставить на снег, как вот ты хочешь делать. Вот прям неподготовленную площадку. Вон, на деревяшку поставь. Вот, 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 вот. Вот на эту деревяшку ставим. Вот мы поставили ее на снег. У нас же чистый эксперимент. Держи, солярки я надоил. Собственно, ребят, что происходит? Вот это все у нас по шнуру уходит в палатку. Аккумулятор уходит в палатку. Ну, вот мы включились. У аккумулятора есть два выхода Андерсона. Большой и малый. Надо заглушку поставить на большой тоже. Запуск. Здесь стоит датчик температуры в палатке. Это вешается в палатке уже. Вот эта вся конструкция и дает нам информацию. И климат-контроль делает. Сейчас установлено 20 градусов. Загудела Вебаста. Сейчас пойдем, увидим, как пойдет топливо. Так, заработал насос. А, уже все. Да, да, да. Вот топливо, ребят, пошло. Вот оно пошло, смотрите. Все, топливо ушло. Топливо уже. А, ну вот, уже пошел работать выхлоп. Вот смотрите, чтобы вам было видно. На чем-нибудь темном. Вот, заработал выхлоп. Ну, собственно, все. Вебаста у нас заработала. Сейчас ей надо будет поработать. Часик полтора, два, три. Для того, чтобы в ближайшем походе она нам не дала сюрпризов. Здесь будет одеваться два шланга таких по метру. И что нам даст? Расстояние от палатки в два метра это будет тихо достаточно. Эти шланги будут утеплены рукавом. И метровые куски будет легко перевозить в трусах вездехода. Все, собственно, все работает. Ну что ж, Мишань, хочу подвести итоги. Мы, наверное, молодцы с тобой, да? В очередной раз. Огромадные! Вот. Ребята, пользуйтесь. В принципе, все, что там нужно было, ну, оно понятно. Как что устроено, как что сделано. Я думаю, будет интересно всем посмотреть, как мы сделаем систему рекорпорации. Это будет сделано для того, чтобы в сильные морозы, там, в минус 35, допустим, воздух в Вебасту заходил не холодный, она его грела и давала нам градусов 30-40, да? В палатке, как это будет, да? А чтобы воздух поступал уже в Вебасту, прогреты до хотя бы ноля. И уже вот этот ноль она нагревала до 80 градусов. И это будет вот тогда здорово. Собственно, такой рекорпоратор мы уже знаем, как сделать. Ну, в силу того, что на улице нет морозов сильных, нам он не сильно необходим, мы его сделаем. На будущий год. На будущий год, наверное, да. А может быть и в этом году сделаем. Посмотрим. Вдруг рукоблудство одолеет. Все. Всем пока. До новых встреч. Большое спасибо за просмотр. Обязательно напишите в комментариях, как вам новый формат 4К. Смотрите вы его, не смотрите. Имеет ли смысл продолжать нам дальше делать видео в таком же формате. Ну и ожидайте новых походов, новых приключений. Всего хорошего. Удачи. Субтитры сделал DimaTorzok